Усовершенствовать и модернизировать свой двор у жителей региона еще есть шанс. До конца апреля муниципалитеты принимают заявки на включение в программу формирования комфортной городской среды. Общий объем средств с учетом федерального бюджета и регионального софинансирования составляет 253 миллиона рублей. Минстрой оговаривает целый перечень условий, при которых поселению могут быть выделены средства. На учете численность населения и бюджетная обеспеченность. Ни в коем случае нельзя даже предполагать, что мы тут сидим и в департаменте, в закрытом кабинете распределяем средства между муниципалитетами. Есть строго установленная формула, по которой средства все будут распределены. В приоритетном проекте обязательно участвуют областной центр и 10 монопрофильных образований. Вичуга, Тейково, Каменская, Петровская, Савина, Фурманов, Южа, Наволоки, Приволжск, Колобовская. Подать заявки губернатор велел всем. Две трети средств израсходуют на благоустройство дворовых территорий. И третьи на общественно значимые пространства, скверы и парки. У нас уже полно 4 заявки по городским паркам по программе и 18 заявок на участие в формировании городской среды. Минимальные перечень работ по благоустройству дворовых территорий – это обновление асфальтового покрытия, установка опор освещения, а также малых архитектурных форм, лавочек и урн. В расширенном перечне еще спортивные и детские площадки. Получить федеральные средства может тот двор, жители которого выполнили все условия Минстроя. Провели собрание собственников, подготовили эскизный проект, как должна выглядеть после ремонта их территория. Экспертиза должна понимать, какая площадь асфальта. А вот как это нарисовано и в каком виде это выполнено, проект требований никаких нет. Поэтому требования достаточно простые, и мы с муниципалитетами уже отрабатываем в части оказания помощи их нарисовать. Это упрощенные чертежи, либо в самом простом виде компьютерная графика. Допускается схематичный эскиз, но его обязательно должны согласовать жители на общем собрании собственников. Чтобы граждане потом по результатам проведения общего собрания этот эскиз вместе согласовали, и после того, как мы работы проведем, чтобы уже потом со стороны граждан претензий не было. Что нам обещали сделать одно, мы хотели видеть одно, а вы сделали нам совершенно другое. 14 апреля все документы от участников муниципалитетов будут поданы, и департамент приступит к рассмотрению. Ни одна заявка отклонена и забыта не будет. Все они пополнят лист ожидания на работы по благоустройству в следующем году. Ремонт выполнят уже летом. Для вопросов и жалоб на базе департамента ЖКХ будет организована горячая линия. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.